Здравствуйте! Это программа 8 вкусов. Готовьте вместе с нами, это вкусно, полезно и интересно. А сегодня мы отправимся в путешествие на остров Тайвань. И отправимся мы туда вместе со Светланой Васильевской, представителем туристического бюро Тайваня во Владивостоке. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что пригласили. Конечно, первый вопрос непосредственно о туристическом бюро Тайваня. Как давно оно появилось во Владивостоке? А главное, почему? Туристическое бюро Тайваня в России, в принципе, работает уже два года. У нас открыты два представительства, одно в Москве и одно во Владивостоке. Ну, я думаю, что открытие представительства в Москве, наверное, мало кого удивит, потому что для любой крупной организации, а туристическое бюро – это аналог Министерства туризма, для любой крупной организации открытие офиса в столице страны – это логичный и разумный шаг. Но есть еще одно представительство именно в нашем регионе, на Дальнем Востоке, именно во Владивостоке. И это решение было осознанное для туристического бюро Тайваня, потому что все понимают, что, конечно, именно дальневосточники – это основной сегмент путешественников из России, которые будут, посещают и будут посещать Тайвань. Потому что азиатский регион для дальневосточников – это, в принципе, нечто такое родное. Мы много путешествуем в Азию отсюда, с Дальнего Востока. Для нас это удобно, небольшая часовая разница, доступность маршрутов, доступность по цене. Поэтому Азия – это, в принципе, наш регион. Но, тем не менее, даже несмотря на то, что дальневосточные путешественники исследовали Азию, можно сказать, вдоль и поперек, Тайвань все равно остается неким белым пятном на карте путешествий для многих дальневосточников. К сожалению, да, именно Тайвань пока недостаточно часто посещается путешественниками с Дальнего Востока. И наша задача, в принципе, исправить эту досадную оплошность. Мы хотим, чтобы больше туристов посетило эту прекрасную страну, открыло для себя ее туристические возможности и, надеемся, стали постоянными гостями Тайваня. Я уверена, что так и будет. И, конечно, очень интересно узнать, как много больше сегодня об этой стране, что мы, собственно, и сделаем. Мы расскажем об этом нашим телезрителям. А пока не могу не задать вопрос, как долго добираться до Тайваня и вообще как это сделать? Тайвань, на самом деле, гораздо ближе, чем, может быть, многим кажется. Прежде всего, хочу отметить, что попасть на Тайвань очень легко с точки зрения визового вопроса. Вот уже два года, второй год подряд, правительство Тайваня продлевает безвизовый режим для граждан России. И россияне могут прилететь на Тайвань без визы на срок до 21 дня. То есть до трех недель можно пребывать без визы. Все, что нужно путешественнику из России, это иметь паспорт, который действителен в течение шести месяцев с даты выезда с территории Тайваня. И обратный билет или билет куда-то дальше, да, то есть не билет в один конец. На самолете, на борту самолета вы заполните маленькую анкетку, как мы делаем всегда, когда едем в страны безвизовые для россиян. И, в принципе, на этом все. Добро пожаловать на Тайвань. С точки зрения рейсов тоже, маршрутов тоже никаких проблем нет. Чаще всего наши путешественники с Дальнего Востока добираются на Тайвань через хабы крупные азиатские в Корее, в Японии. Но есть и прямые рейсы, сезонные прямые рейсы из Владивостока в столицу Тайваня, Тайбэй, на крыльях авиакомпании Севен. Поскольку эти рейсы не постоянные, не круглогодичные, а сезонные, имеет смысл следить за расписанием. Но, как видите, никаких сложностей ни с точки зрения маршрута, ни с точки зрения визовых вопросов. А по времени перелет сколько занимает? Прямой перелет занимает три с половиной часа. Это совсем немного, очень удобно. Действительно, это, кстати, для многих является ключевым моментом при выборе путешествия. И вот рекомендую отправиться на Тайвань. Да. За какими впечатлениями в первую очередь вы бы порекомендовали поехать на Тайвань дальневосточникам и другим жителям нашей страны, безусловно? Знаете, Тайвань, он, если человек не был на Тайване, наверное, он сильно удивит. Я думаю, что ни для кого не секрет, что Тайвань долгое время, а может быть и сейчас, воспринимался путешественниками из России прежде всего как бизнес-направление. Тайвань достиг значительных экономических успехов, там развита IT-сфера, бизнес-сфера. И большая часть путешественников из России, которые посещали Тайвань до настоящего момента, они чаще всего посещали его с деловыми целями. То есть это какой-то бизнес. Однако наша задача, как туристического бюро, разрушить этот стереотип и показать, что Тайвань – это не только про бизнес, но и про настоящий интересный туризм, который захватывает все сегменты путешественников. Тайвань, на мой взгляд, это и все понемногу, и в то же время чуть-чуть иначе. Именно потому, что он совершенно разнообразный. То есть вы, с одной стороны, всегда находитесь рядом с природой, но в то же время цивилизация вас никогда не оставляет. Тайвань, на мой взгляд, подходит практически для путешественников любого характера и любой группы туристов, которые ставят перед собой какие-то конкретные цели. Любого возраста? Да. То есть Тайвань, он по большому счету для всех. Поэтому мы ждем вообще любых туристов. Я думаю, что понравится всем. И безусловно, не может не понравиться кухня Тайваня. И я предлагаю начать нам с вами сейчас знакомство с ней. У нас сегодня интересное блюдо. Я думаю, вы о нем расскажете. Это одно из многочисленных блюд вообще разнообразной, невероятно разнообразной кухни Тайваня. Это рисовая лапша, жареная с морепродуктами. Мы выбрали это блюдо, чтобы вы попробовали и познакомить зрителей нашей передачи с этим блюдом. Именно потому, что в этом блюде сочетаются все ингредиенты, которые доступны к покупке в России. То есть ничего сложного, ничего экзотичного или труднодоступного на нашем рынке не содержится среди ингредиентов этого блюда. И в то же время оно подходит именно для дальневосточников, потому что там есть морепродукты. Давайте попробуем. Я надеюсь, что вам очень понравится. Очень вкусно. Я рада, что вам понравилось. Надеюсь, что нашим зрителям тоже понравится. Они будут пробовать еще блюда тайваньской кухни и в итоге полюбят Тайвань и поедут туда, чтобы попробовать блюда тайваньской кухни непосредственно уже в стране. Я предлагаю Светлане продолжить дегустировать наше чудесное блюдо. А пока шеф-повар Антон Терентьев расскажет нам, как его приготовить. Партнер программы «Восемь вкусов» – No Name Studios. Это уникальная, многофункциональная и востребованная профессиональная студия для фото- и видеосъемки. Студия предназначена для организации практически любых видов съемки – от индивидуальных фотосессий до крупных рекламных проектов и съемки телепередач. В зоне ресепшн расположилась уютная кофейня с комфортным коворкингом, где вы сможете выпить чашечку ароматного кофе до или после съемки. Здравствуйте! Сегодня с вами мы приготовим рисовую лапшу с жаренными морепродуктами. Для этого нам понадобится с вами рисовая лапша, микс морепродуктов. Мы взяли с вами кальмар, мидии и чищеную креветку. Нам понадобятся свежие овощи – это будет капуста, зеленый лук, микс салатов и морковь. Мы взяли с вами бекон, несколько китайских соусов и жареный лук. Поставим вариться рисовую лапшу. Нарежем с вами немножко свежие белокочаные капусты соломочкой. Нарежем соломкой также свежую морковь. Овощи берем пропорционально. Мы взяли где-то грамм, наверное, 100 моркови, грамм 100 лука. Будет достаточно. Также делаем нарезку соломкой. Вода у нас уже закипает. Мы с вами начнем варить рисовую лапшу с помощью кипятка. Также ее можно замачивать, допустим, в холодной воде. Она там стоит в течение полчаса-часа. И потом ее добавлять замоченную в блюдо, допустим, где она проходит в термическую обработку, либо в салат. Но мы немножко ускоряем процесс. Мы ее будем варить сейчас. Обычным методом варки. Пока у нас варится лапша, мы с вами начнем готовить основное блюдо. Нарежем свежий зеленый лук. Также крупно нарежем его. Добавим его к нашим овощам. Нам понадобится 3 полоски бекона. Нарежем это все соломкой. Нам понадобится зубчик чеснока. Нарежем крупным слайсом его. И также соломочкой. Сковородка у нас уже нагрелась. Мы добавим туда растительного масла. Добавим наш чеснок. Добавляем наш бекон. Бекон даст вкус копчености. И добавляем наши свежие овощи. Пока у нас обжариваются с вами овощи, мы можем посмотреть на нашу лапшу. И она, в принципе, уже готова. Нам ее нужно скинуть через сито. И хорошенько промыть холодной водой. Лапша у нас готова. Овощи у нас жарятся. Мы с вами сейчас будем добавлять в них наши соуса и специи. Мы видим красивое сочетание красок свежей капусты, бекона и моркови. Мы с вами добавим немножко молотого кориандра. Добавим две ложки соуса, да? Это азиатский концентрированный соус, соевый соус. Мы с вами добавим две ложки лукового соуса. Луковый соус – это домашний соус, который делается на основе лука шалот. Можно использовать как лук шалот, так и обычный репчатый лук. Также с уксусом она протушивается. Я вам дам рецепт по этому приготовлению. Вы увидите его после рекламы. И также мы добавляем азиатский черный уксус. Мы с вами увидели, как поменялся оттенок. Теперь мы добавим уже вымоченные грибы, которые мы предварительно замочили. Это сухие грибы шитаки, которые вы можете приобрести в принципе везде, да? Это азиатский гриб, который сушится, да? И он вымачивается потом в воде где-то в течение 2-3 часов. Можно его варить. Мы его нарежем соломкой. Также, в принципе, как и основные овощи, да? Добавим в основное блюдо. Также мы с вами добавим чищенный кальмар, нарезанный сегментами. Добавим в него также чищеную тигровую креветку. Можно использовать любую другую креветку. Мы с вами добавим немножко мидии. Можно использовать филе мидии. Лапша у нас готова, да? Я ее порежу на 4 части. Можно взять ножницы, порежу ножницами для того, чтобы она не была сильно большая. Возьмем немножко домашнего бульона мясного. Можно взять рыбный, можно взять куриный. Можно просто добавить чуть-чуть воды для того, чтобы все это дело протушить. Мы протушили в нашем бульоне наши продукты с нашей рисовой лапшой и овощами. Добавляем немножко хрустящего лука и ароматной зелени свежей, миксованной. Не обязательно брать такой микс. Можно просто добавить свежие кинзы, петрушки или зеленого лука. Все это тщательно перемешиваем и можно, в принципе, сервировать. Вот такое несложное и очень вкусное, полезное, насыщенное дальневосточными морепродуктами Сегодня мы приготовили с вами блюдо. Приятного аппетита! Время всегда вкусно! Продукция собственного производства Рэми – салаты, фастфуд и кулинария со скидкой 40% с 8 часов вечера и до закрытия магазина. Рэми всегда выгодна! Итак, мы продолжаем знакомиться с кухней Тайваня. И перед тем, как мы начнем готовить основное блюдо нашей программы, я хочу напомнить, что часть продуктов нам предоставил наш постоянный партнер. Это сеть супермаркетов, доступных цен Рэми. И сейчас я передам слово Антону. Антон, какое блюдо мы сегодня будем готовить? Расскажи нам о нем и дай нам задание. Мы сегодня будем готовить блюдо тайваньской кухни. Это курица три чашки. Три чашки, как интересно. Три чашки, да. Я так понимаю, ассоциация три чашки, потому что там будет идти три соуса. Это будет идти соевый соус оригинальный, соевый соус дарк – это насыщенный соевый соус, и соус мирин. Мирин – это азиатский. Мы его часто используем при приготовлении азиатских блюд. Да. Сеть супермаркетов Рэми нам предоставила набор продуктов. Мы взяли с вами охлажденное куриное филе. Анна, вы им займетесь. Хорошо. Оно нужно нарезать. Также у нас с вами есть корень имбиря. Светлана, нам нужно его будет почистить. Весь не нужно. Нужно взять половинку, почистить и нарезать крупным, ну, можно кубиком, не знаю, как угодно. Разницы нет. Нужно почистить нам будет три зубчика чеснока, и также нарезать одинаковая нарезка, как имбирь. Вот. Также у нас с вами есть жгучий красный перец и свежий базилик. Еще нам понадобится соевый соус и кунжутное масло. Отлично. Вот. Также у нас есть соус мирин и соус дарк. Дарк – это концентрированный соевый соус. Ну, приступим к задачам. Давайте. Вот она нарежет курицу. Светлана у нас займется овощами. И параллельно расскажет нам про традиционную тайваньскую кухню. Светлана, что едят на Тайване? Очень интересно узнать об этом. Расскажите, пожалуйста. Тайваньская кухня – это тема, которая, конечно, достойна многочасового обсуждения. Дело в том, что тайваньская кухня очень разнообразная, и тайваньцы вообще любят поесть. Как они сами говорят, на Тайване можно сделать три шага. Наткнешься на продуктовый магазин, сделаешь пять шагов – встретишь кафе или ресторан. То есть еда – это важно. Особенность тайваньской кухни заключается в том, что у них она очень разнообразная, и причин для этого есть две. Одна – природная, вторая – историческая. Природная, смотрите, у Тайваня очень интересное и необычное географическое положение. Прежде всего, это остров, да? И поэтому, естественно, он со всех сторон окружен морем, и местная кухня, разумеется, изобилует морепродуктами. Это одна из важных составляющих. Во-вторых, Тайвань, он находится в двух климатических зонах. Северная часть Тайваня – это субтропики, южная часть Тайваня – это тропики. Естественно, все, что может расти в таких зонах, там произрастает. При этом середина острова, вся центральная часть острова – это фактически малообитаемые горы. То есть там мало кто живет, и, естественно, там соответствующий природный ландшафт. Тайвань очень теплый. Температура зимой редко опускается ниже 20 градусов. Средняя температура – плюс 22. Сейчас все позавидуют. Да, пуховики не нужны, если вы едите в Тайвань в любое время года. Здорово. Но при этом в равнинной части тепло, а если вы поднимаетесь высоко в горы, там, конечно, уже совсем другие природные условия. И получается, что в равнинной части внизу Тайваня у вас тепло, тропики, все растет. Поднимаетесь выше в горы – вы увидите уже пейзажи, напоминающие альпийские луга. Подниметесь еще выше – и вы увидите пейзажи, которые похожи на тундру. В таких условиях на Тайване можно вырастить практически все, что только может представить себе человек. Растет практически все. Это географическая причина, природная. Есть причина историческая. Дело в том, что в Тайване у него достаточно сложная и разнообразная история. В разные периоды своей истории Тайвань находился под влиянием разных стран. В частности, азиатских – это Китай и Япония. И европейских – это Испания и Голландия. Это колониальные? Да. И разумеется, каждый из стран вносит свои нотки. Все-таки длительная история сосуществования двух культур. Эти культуры вносят свои нотки в кухню тайваньскую. При этом, поскольку Тайвань очень такой космополитичный, на Тайване можно в принципе найти любую еду, какую только захотите. То есть накормить людей со специфическими вкусами совершенно не проблема. И не нужно бояться… Многие, когда путешествуют, действительно боятся поехать и задаются вопросом, а что я там буду есть, если я не люблю национальные кухни? Совершенно верно. Но, разумеется, если вы приезжаете в страну, надо пробовать местную кухню. Конечно. Безусловно, это пропустить нельзя. И на Тайвань действительно есть что попробовать. Самый простой способ познакомиться с тайваньской кухней – это, разумеется… Стритфуд. Как везде в Азии, на Тайване развита система уличной еды, вы можете попробовать там любые блюда. Стритфуд тайваньский – это, прежде всего, культура так называемых сяо-чи – закуски. Сяо-чи. Сяо-чи называется. Вы учили новое слово. Сяо-чи. То есть вы идете на ночной рынок или видите передвижные палатки, как во многих странах Азии, там продают вот эти закуски, уже готовые. Естественно, сяо-чи – это блюдо, которое готовится быстро, просто. То есть что-то такое, что можно перекусить на ходу. Процесс такой же, приготовление вок какой-то, да? У них быстрый огонь. Есть, да. Есть то, что готовится на быстром огне, а есть вот как мы сегодня с вами будем готовить курицу. Это все-таки не вок. Это все-таки, да, ближе к тушению. И обратите внимание, что, кстати, вот этот способ, он очень часто используется в тайваньской кухне. В отличие от, ну, других, может быть, азиатских кухонь, они любят вот именно тушение, отомление, вот такой способ приготовления. А сяо-чи могут быть очень разнообразные. Пробовать их надо либо на ночных рынках, либо в палатках. Например, из таких традиционных, популярных, в том числе у туристов, закусок может быть уха из каракатицы. Большие пельмени, называются они бавань или сяолуньбао, два вида, мясные пельмени. Как вкусно звучит, большие пельмени. Да там действительно большие, паровые. А насколько они большие? Бао булочки, да, получается? Большие пельмени. Совершенно верно. Это как у нас на Дальневосточной пенсии, как говорится. Да, это тоже паровое блюдо. Это может быть клейкий рис в бамбуке. Очень популярно у туристов из таких быстрых закусок омлет с устрицами. Это прям вот тайваньский, так, must eat. Это очень недорого, разумеется, да. Стрит-фуд всегда это недорогое удовольствие. И на самом деле очень вкусно. Блюдо посложнее, конечно, стоит пробовать в ресторанах. В том числе и вот блюдо, которое мы готовим с вами сегодня, его тоже можно попробовать приставлено. А высокая кухня развита вообще? Да, разумеется. У них много ресторанов, которые отмечены звездой и звездами Мишлен. В них всегда стоит очередь, разумеется. Вот, поэтому в том числе и с тайваньской кухней. Такие рестораны есть, причем не только даже в столице Тайбэя, но и в других городах. Я так понимаю, что кухня получается относительно здоровая. Вы говорите, что много тушат, в принципе, много используют морепродуктов. Да, да. Такого нежирное мясо присутствует тоже, да, тут в принципе. Вообще Тайвань, видите, тайваньцы, они делают очень большой упор на экологию во всем. То есть тайваньцы очень любят природу, остров очень зеленый. Прям ощущение вот этого единства с природой, оно преследует везде. В том числе и в кухне это отражается. Поэтому, например, в последнее время набирают популярность рестораны, которые объединяют в себе не только еду, но и наслаждение природой. Например, какие-нибудь, это могут быть отреставрированные чайный домик, где вы можете любоваться природой, и вам подадут чай и еду в керамике, которая изготовлена руками хозяев дома. И еда будет приготовлена по оригинальным прицептам, секретам хозяев дома. Это может быть старая ферма, тоже отреставрированная у горной реки. То есть вот это ощущение, что еда – это нечто большее, чем еда, да, это еще вот культура объединения, соединения с природой. Вот это вот один из трендов тайваньских. И это, разумеется, отражается и в самой кухне. Это действительно здоровая, хорошая, вкусная кухня из свежайших продуктов, которые растут на самом Тайване в изобилии. И разнообразные. И разнообразные, безусловно. Я думаю, мы можем перейти к следующему этапу. У нас все готово. Вы справились все с задачами, да, у нас красивая нарезка. Да. Называется «бринваз» по-французски, по-тайваньски, не знаю как. Красивая нарезка курицы, да. Мы с вами начнем готовить. Для начала нам нужно с вами обжарить наши овощи. Имбирь и чеснок. Да, имбирь и чеснок. Для этого нам понадобится кунжутное масло. Светлана высыпит наши овощи и потихоньку начнет обжаривать. Вот сейчас точный аромат будет. Да, ароматика будет разная, потому что кунжутное масло, это еще такое, оно более концентрированное, нерафинированное, да. Мы сейчас можем передать этот вкус тайванину, наверное. И аромат. И аромат, да. Процесс приготовления у нас пошел в самый разгар. Мы имеем очень хорошую ароматику от чеснока, кунжутного масла и имбиря. Наша теперь задача с вами, наше куриное филе с двух сторон, чтобы у нас была хорошая такая золотинка. И потом мы добавим все основные ингредиенты, которые наполняют дальше вкус. Путешествуя, мы, конечно, стремимся в новой стране попробовать какие-то необычные блюда. Я уверена, что Тайвань ими славится. Светлана, расскажите, какие необычные блюда, может быть, вы пробовали? Какие там есть в принципе? Есть, конечно, необычные блюда, да. Те, которые, как говорится, стоит попробовать, отважится в том числе попробовать. Наверное, вот из тайваньских, кстати, это тоже относится к закускам сяо-чи, да. Из тайваньских блюд таким блюдом, наверное, является так называемый стинки тофу. По-русски это будет вонючий тофу. Ну, по-русски переводить с английского, да? Да, да. Это блюдо, наверное, для Тайваня тоже, что примерно дуриан для Таиланда. То есть то, что попробовать определенно стоит, нужно, но есть нюансы. Нужно преодолеть вопрос запаха, так сказать. А вы пробовали? Да. И никак? Впечатление? Стоит попробовать так же, как и дуриан. Но это нужно сделать, чтобы просто понять для себя, да, что иногда вкус, ну, как бы ради вкуса имеет смысл преодолеть некоторые... Барьеры. Да, барьеры. Может быть, даже отойти от условностей от каких-то, правда? То есть пробовать определенно стоит. Это тоже вот закуска. Это не полноценное блюдо, это то, что вы едите вот по дороге быстренько, да, перехватили. Это получается кремовый, очень нежный вкус, соевый такой. Сыр, обжаренный, ну, с хрустящей корочкой. Но запах у него, знаете, как у очень перезрелого сыра. Ну, типа горганзовый, либо дарблю. Да. Либо бридер. Наверное, хуже. То есть вот прям очень-очень перезрелый сыр. Купить можно также на рынках или в палатках, найти не составить труда, ориентируйтесь на запах, что называется. А почему? Он его ферментирует как-то, да, получается? Да, он определенным образом выдерживается, готовится, и запах обусловлен именно этим. Но блюдо, на самом деле, относится к вполне здоровой кухне. Попробовать определенно стоит. Антон, ты бы попробовал? Я бы попробовал. Я, на самом деле, как-то пробовал. Я азиатский, конечно, сыр не пробовал, такие ферментированные. Но мне привозили знакомый из Франции настоящий брид, который внутри такой, как желе, я не знаю. То, что у нас продается в магазинах, это совсем не то, как бы. У нас, наверное, молодой совсем продается. Там прям такой запах и вкус, что, например, ну, не каждый человек сможет даже его прожевать. Ну, как бы. Но ты смог? Я смог, да, как бы. То есть у Антона уже есть опыт, он определенно смог бы попробовать. Надо пробовать, надо познавать разные вкусы, потому что, ну, не попробовав, не узнаешь, как бы, не сможешь передать. Не поделишься впечатлением, в конце концов. Ну, я думаю, что вонючий тофу не единственная кулинарная достопримечательность в Тайване. Что еще? Есть то, что очень нравится и вот именно российским путешественникам и вообще европейцам. Это, может быть, не совсем какое-то необычное блюдо, да, но то, что всегда пробуют, когда приезжают на Тайвань, это десерт, манго-айс называется. То есть это мороженое, большая, огромная просто плошка вот мороженого, которое вам дается, покрытое сверху нарезанным спелым манго. Дело в том, что манго на Тайване совершенно особенный. Это сезонный фрукт, растет он на юге, в тропической части. Но манго совершенно какой-то необыкновенный. Я думаю, что, ну, все побывали в разных странах, в том числе тропических, и все пробовали манго из разных стран. Но вот вкуснее манго, чем на Тайване, я, честно говоря, нигде не ела. У него абсолютно нет волокон, вот, то есть он не волокнистый, что часто встречается с манго. Структурно у него совсем нигде. Да, и он прям вот, он прям растворяется. И вот это сочетание мороженого с манго, оно совершенно невероятное. И порции тоже вот прям тайваньские. То есть, как я сказала, тайваньцы любят поесть, и поэтому порции у них такие, которыми можно наесться. Можно одну на двоих даже, наверное, взять. Вот, совершенно спокойно, то есть, особенно если вы с ребенком, вам одной вот этого тазика мороженого с манго точно хватит. Это обязательно стоит пробовать, это очень вкусно. Продается везде, стоит совершенно смешных денег. Вот, как и, в принципе, вся кухня на Тайване. Тайвань вообще бюджетное направление. Вот, в отличие, наверное, от многих других стран, к которым мы привыкли в Азии, развитых стран, да, Тайвань, разумеется, это развитая страна, да, один из лидеров в экономике, в промышленности, в IT-производстве. Но на Тайване цены и стоимость отдыха на Тайване, она удивляет тех, кто привык к тому, сколько стоит отдых в более развитых странах. То есть Тайвань – определенное бюджетное направление, которое может позволить себе, в принципе, турист с любым кошельком. Потому что и выбор отелей, и выбор мест, где вы можете поесть, он огромен. И поэтому, в принципе, совершенно бюджетно отдохнуть в Тайване – это абсолютно реальная вещь. Вот, поэтому очень рекомендую всем поехать. Это интересно и совершенно, ну, недорого по расходам. Курица у нас уже с вами, в принципе, протушилась до того состояния, которое нам нужно, да. Сейчас нам нужно с вами добавить немножко тростникового сахара. Полторы ложки столовой. Мы добавляем ложку мирина, лучше две. Мирина много не бывает, да? Да, мы добавляем две ложки соуса дарк. Соус дарк, кстати, можно свободно приобрести, но у нас очень доступен на рынках наших азиатских, и стоит он не очень дорого. Вот, и добавляем с вами соевый соус. Тоже две ложки. Все пропорционально. Почему блюдо называется «Курица-три чашки», потому что мы с вами использовали соус мирин, соус дарк и соевый соус. Антон, ну дарк же тоже, можно сказать, является соевым соусом. Это соевый соус, да. А почему мы добавляем тот и другой? Он больше, больше концентрированный. Для разнообразия, раскрытия вкуса. Это просто разные вкусы, да. И просто азиатская кухня, она настолько разнообразна, допустим, сталкиваясь там, либо там с тайваньской кухней, либо еще с другими какими-то кухнями. То есть ты понимаешь, что, допустим, делав там соус для салата определенного, да, ты можешь взять четыре вида соевого соуса. И почему-то, ну, потому что какая-то бабушка там, которая когда-то сделала этот салат, она сказала, нужно вот именно вот эти соуса. Конкретно. Да, да. И я хочу чувствовать этот вкус. Я так подаю свой вкус. С поколениями это все передается на нашу кухню, как бы, и, соответственно, чтобы выдержать тот вкус, который тебе когда-то навязал этот человек, тебе нужно следовать ее правилам. Рецепту. Конечно. Конечно, мы всегда привозим с собой из путешествий различные сувениры, и часто эти сувениры гастрономические. Что привезти с Тайваня? Ну, прежде всего, наверное, то, что приходит на ум, и то, что всегда везут из Тайваня – это чай. Тайваньский чай – это, в общем-то, предмет гордости страны. Это такое национальное достояние. Дело в том, что, вот мы поговорили уже сегодня о уникальных географических условиях Тайваня. И экологической чистоте. Да, да. И поэтому на Тайване действительно очень подходящие, практически идеальные условия для выращивания чая. Чай выращивают повсеместно практически в любой точке в Тайване. Даже в Тайбэе, прямо в городе, вы можете, в общем-то, попасть на чайные плантации. Достаточно подняться в горы, и там есть чайные плантации. Они очень повсюду. Чай выращивается разнообразный, разных сортов. Но наиболее популярны четыре сорта, которые чаще всего и покупают, и туристы привозят с собой. Чай можно купить везде. Можно в чайных домиках, можно на чайных плантациях, можно в супермаркете. То есть он везде будет одинаково хорошего, прекрасного качества. Вот. И примерно по одной и той же цене. Естественно, чай стоит пробовать и в процессе нахождения на Тайване. Обязательно нужно заглянуть в какой-нибудь традиционный чайный домик, потому что это своя особая атмосфера, да, культура потребления чая. Вот. Посидеть, проникнуться духом Тайваня, посмотреть на вот эту интересную обстановку, аутентичную вокруг. Поэтому чай обязательно стоит пробовать и покупать. Когда будете на Тайване, еще очень рекомендую попробовать лей-ча. Лей-ча? Лей-ча? Лей-ча называется. Лей-ча. Это особый вид чая, который пришел вместе с одним из субэтнических народов, народом хакка, который проживает на Тайване. Это небольшая субэтническая группа со своими традициями и со своей, в том числе, кухней. Лей-ча – это такой чай, в котором чай не единственный ингредиент. Туда добавляются зерна, добавляются бобы, добавляются сухофрукты, все это перемешивается. То есть это такой определенный чайный напиток. Очень вкусный, необычный. Его всегда готовят на торжественные мероприятия. Но еще есть один чай, который на самом деле уже может быть и не совсем чай. Это bubble tea. Чай с шариками тапиоки. Это вот чисто тайваньское изобретение. Это вот по-настоящему тайваньская вещь. То, что было изобретено на Тайване и распространилось, и стало популярным во всем мире. В том числе и в России уже набирает популярность. Это, как сами тайваньцы говорят, это уже не напиток, но еще не еда. То есть вы одновременно и пьете, и жуете. То есть это есть некая база, обычная чайная, молочная база, может быть с добавлением мока, может быть с добавлением лимона. На фруктовой базе может делаться этот чай. И внутри, вот на самом дне находятся вот эти шарики. То есть вы сначала пьете, это напиток холодный. Сначала пьете, а в конце у вас, и даже в процессе у вас будут в трубочку попадать еще шарики. То есть это, ну, наверное, все-таки ближе к десерту. Купить можно везде, он продается в таких огромных пластиковых стаканах, запаянных сверху. К нему дается трубочка с увеличенным диаметром, потому что шарики тапиоки должны пройти. Продается везде. Чаще всего можно на тайване купить в так называемых кафе дырка в стене. То есть это… Название, конечно, суперски. Это маленький кафе, вот буквально вот дом, у него стена, кусочек стены вот такой узкий будет вырезан, но на один человеческий шаг. Но оно будет узкое, но удлиненное, да, вглубь стены. И вот это вот все кафе. То есть буквально шаг влево, шаг вправо, все, кафе закончилось. Просто у вас будет окошко на улицу, и вы к этому окошку подходите, покупаете этот чай, вам просто выдают в окошко. Вот такие вот маленькие кафе, они везде на Тайване. Впервые слышу об этом, очень здорово. Да, они так и называются, да, кафе дырка в стене. Вот. И там можно купить этот чай и просто с собой взять и идти пить. Это приятный охлаждающий напиток, чисто тайваньское изобретение, тайваньской гордости его тоже обязательно стоит попробовать. Преимущественно все-таки какой чай пьют, зеленый или черный на Тайване? Одинаково. Одинаково, да. Антон, как у нас дела? У нас дела отлично, курица у нас уже готова, соус у нас затянулся, теперь нам осталось только добавить свежего базилика. Светлана, это вам. Наня, это вам. Спасибо. Прям целые листья. Целые листья мы туда рвем. Блюдо у нас готово. У нас есть наши сегодня особые украшения. Светлана. Давайте флажок. Пересветлана в Тайване. Ой, как всегда я ляпаю. Смотри, какие у меня капли получились. Да, да, да. Как вы и станете. Высоко художественно. Высоко художественно. Талант. Ну вот. Сглазило. Ну что ж. Очень красиво. Очень красиво. Так, и я на Тайване. Ну что, я думаю, надо пробовать наше блюдо. Да. Нам не терпится уже, правда? На самом деле все получилось в ярко выраженном азиатском стиле. Очень чувствуется хорошо имбирь, очень чувствуется хорошо азиатский соус. Ну и сам процесс приготовления все же был уже, скажем, Светланой. Это тушение. Ну, не бок, быстро-жарко, а именно тушение. Она тоже здесь присутствует. При этом блюда, некоторые боятся тушения, потому что считают, такие блюда, может быть, скучноватыми. Это не так. Блюдо очень вкусное. Курица мягкая получается. И главное, что его очень легко приготовить самим дома. Ингредиенты все абсолютно доступны. Время всегда вкусно. Продукция собственного производства Реми. Салаты, фастфуд и кулинария. Со скидкой 40% с 8 часов вечера и до закрытия магазина. Реми всегда выгодна. Я думаю, что телезрители пока еще не съездили на Тайвань. Те, кто пока еще не собирается туда отправиться, они могут пока что познакомиться с культурой и начать это делать дома. Ну что, я хочу поблагодарить Светлану. Очень интересно. Мы сегодня много нового узнали о Тайване. Спасибо вам огромное. Очень хочется отправиться в эту замечательную страну. Антон, тебе, как всегда, огромное спасибо за то, что приготовил для нас такое чудесное блюдо. И я хочу пожелать всем нашим телезрителям приятного аппетита. И напомнить, что это была программа «Восемь вкусов». Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. До скорой встречи!